Всем здравствуйте! В этом видео я вам покажу как правильно заваривать шиповник. Шиповником я занимался 19 лет, сушил его, продавал, закупал. Поэтому я вам сейчас кое-что про него расскажу. Итак, шиповник подлежащий завариванию называется коричный или еще собачий. Он имеет, как вы видите, вот такую продлоговатую форму. Когда вы будете покупать шиповник, обратите внимание на его состояние. Шиповник не должен быть треснутым или лопнутым. Это значит, что неправильно хранили, неправильно сушили, он разрушится. Шиповник может быть светлым после того, как вы сушились, или темным. Это в зависимости от степени его созревания. Бывает еще шиповник горелый, жженый, его покупать не рекомендуем. Потому что его пережгли и толку от него никакого уже не будет. Если вы сами сушите шиповник в домашних условиях, есть небольшой тест. Как проверить качество его сушки. Вот я вам покажу на примере. Вот сушка в домашних условиях. Попробуйте сушить шиповник вместе с яблочными сухофруктами. Если у вас сухофрукты получаются светлые, без гнилья, без ненормальности на нем. Значит и шиповник будет высушен хорошо. Когда вы его сушите в домашних условиях, он у вас... Сразу хочу сказать, сушить шиповник в домашних условиях практически нереально. Можно высушить, если только у вас есть балкон или вот же застекленное, который хорошо прогревается. Или чердак. В подвале и прочих местах сушить его не рекомендуется. Он просто у вас гниет. Ну вот шиповник у меня пролежал 10 дней. Видите, он остался у меня мягким. Чтобы его досушить, можно его положить в микроволновку на минуту. Потом горячий вытащить, он у вас досохнет очень хорошо и очень быстро. А так, если вы сушите в домашних условиях. Вот этот шиповник, который лежит у меня на деревянном столе, он высушен профессионально. На специальных сушилках. Видите, он очень хорошего качества, хорошо и быстро сохнет. То есть, когда вы покупаете шиповник, обращайте на его внешний вид. Какой он. То есть, хороший шиповник, он должен быть красивым шиповником. Шиповник храниться должен в бумажных пакетах. Далее. Шиповник необходимо сушить целиком. Многие рекомендуют шиповник дробить. Давайте посмотрим, что из этого получится. Это шиповник. Внутри него находится очень много волосиков. Они очень-очень раздражают слизистую. Я даже руками потрогал, они меня уже раздражают даже руки. И очень много косточек. Если вы задумаете заваривать шиповник, подробив его вот таким вот образом, то вам потом понадобится очень много раз его фильтровать, чтобы избавиться от этих маленьких волосиков. Шиповник заваривается очень хорошо и очень сильно, но вы рискуете потом очень много раз его фильтровать и получить раздражение слизистой порта и горла. Теперь покажу непосредственно, как правильно заваривать шиповник в домашних условиях. Для этого понадобится обыкновенный термос. Обыкновенный термос, меня на литр, мне этого хватает. Покажу на примере литровой банки. Если у вас термос объемом 2 литра, необходимо засыпать на треть сухим шиповником. Сверху вы его доливаете кипятком до полной и оставляете на 8 часов настаиваться. После того как он у вас настоится, вы предложите ставить его на ночь. Шиповник необходимо слить в любую тару или выпить утро. Если шиповник у вас достаточно качественный, как я вам показывал в начале, то практически один и тот же шиповник можно заваривать 3 раза. Я повторюсь, один и тот же шиповник заваривается 3 раза. Потому что шиповник достаточно толстый, по объему большой. И чтобы он отдал все свои микроэлементы и полезные вещества, его необходимо заваривать 3 раза. Вот эта заварка второй раз. Этот шиповник я завариваю уже второй раз. Видите, какой получился цвет. Запах превосходный. Цвет тоже, вкус тоже очень хороший. Заваривается 3 раза. После того как вы 3 раза заваривали шиповник, можно сразу бросать. Теперь расскажу вам, как употреблять шиповник. В день спокойно, смело, можно выпивать 1 стакан заваренного шиповника. Вреда этого не будет, польза будет огромная. Шиповник, хочу предупредить, является ночегонным средством. Но самый оптимальный вариант употребления шиповника из практики, это 3 дня через 4. Семью из 4 человек на зиму понадобится 4 или 5 килограмм сухого шиповника. Если вы задумаете сами набрать шиповник и его засушить, то 10 литрового ветра получается 2,5 килограмма сухого шиповника. Если вы соберете 2 ведра 10 литрового шиповника свежего и сами дома высушите. Сушилки сейчас проверятся везде, можно делать самодельник, как я вам показывал. Вы себя обеспечите на зиму сушеным шиповником. Это все, что я хотел вам рассказать. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok